Сегодня я расскажу про покраску рамы и какие работы нужно проводить еще дополнительно перед тем, как раму отдать в покраску и после того, как мы ее забираем из покраски. У нас вот такая порошковая покраска с блестками, смотрится очень эффектно, красиво. Что мы здесь сделали в первую очередь? Чтобы краска не попадала внутрь рулевого стакана, рулевой стакан заклеивается специальным алюминиевым металлизированным скотчем, но все равно края неровные. Видите, чуть-чуть есть наплывы. И для этого есть вот такой вот инструмент, реноватор. То есть это лучше, чем напильником, лучше, чем шкуркой, а вот именно такой плоской подошвой полностью, сейчас я покажу, вышлифовывается вот эта вот часть. Получается очень ровно, без сколов. И потом внутри уже обычной наждачкой вычищается весь стакан, чтобы сюда рулевая запрессовалась без каких-либо проблем. То есть это первая работа, которую необходимо сделать до того, как мы отдадем раму в покраску и после того, как мы ее оттуда получаем. Следующая операция, которую нужно сделать, это почистить посадочное место под подсидельный штырь. Потому что, к сожалению, вот это место заклеивать очень неудобно скотчем, потому что здесь пропил такой глубокий, и потом оттуда скотч тяжело вытаскивать. И по самому краю, буквально где-то на сантиметр, залетает краска, и потом подсидельный штырь входит с большим трудом туда. Чтобы он входил туда нормально, есть, соответственно, дремель. Потому что очень много различных операций в мастерской мы делаем дремелем. Вот такая вот насадочка, шкурочка. Я вычищаю краску вот отсюда. То есть это вторая операция, которая тоже необходима после покраски рамы. Третий вид работы, это изначально в каждое отверстие, где у нас есть резьба, то есть крепление, например, для бутылка-держателя, крепление для насоса, крепление для нижней вот этой направляйки под тросики скоростей. Везде вкручивается винтик. Винтик потом, соответственно, закрашивается, и мы его выкручиваем и просто выкидываем. Но иногда бывает такое, что все равно немножко краска попадает по бокам, и необходимо метчиком, соответственно, резьбу прочистить во всех-во всех таких вот ответственных местах. То есть это третий вид работы для подготовки рамы и, соответственно, обработки ее после покраски. Следующая операция, это зачистка посадочного места под петух, под держатель заднего переключателя. Потому что вот здесь есть наплывы краски. К сожалению, как тут не заклеиваю, все равно они будут. Поэтому, опять же, с помощью дремеля, с помощью сначала вот такой насадочки, потом с помощью вот таких вот острых штучек все это вычищается. Посадочное место под петух зачищено, вот эти отверстия тоже прочищены, все закреплено. Под подсидельный штырь тоже все зачищено, все установлено. И вот так вот выглядит чистая рулевая. Остается у нас последняя операция. Поскольку мы не можем отдать каретку, не закрутив в нее чашки, иначе резьбу, которая внутри каретки при пескоструйной обработке может повредить и потом закрасит еще. Поэтому мы берем какие-то бушные чашки, закручиваем их сюда, но не до конца, потому что если закрутить до конца, то край, бортик чашки приклеится к краю рулевой. И когда начнем откручивать, может краска скалываться по краям. Поэтому мы закручиваем не до конца, и потом, после того, как я сейчас выкручу эти чашки, нужно будет края тоже обработать, потому что они сейчас покрашены, они не идеально ровные, и плотного прилегания сюда не будет с этой стороны. С этой стороны, в принципе, можно ничего не делать, потому что здесь чашка, она не имеет бортика. А вот с правой стороны желательно, конечно, немножечко отторцевать. Для этого есть специальный инструмент, специальные фрезы. Сейчас я покажу. Вот такой набор. С помощью этого набора можно поправить резьбу, или отторцевать и каретку, и рулевую. Соответственно, сейчас я это и буду делать. После выкручения чашки, мы увидим, что там есть какая-то пыль, грязь. С помощью вот такой вот ворсистой насадки я сейчас, соответственно, тоже все это буду прочищать. Процесс торцовки выглядит следующим образом. Вот фреза, она прижимается к стакану за счет вот этой пружины. То есть, пружина пытается сдавить фрезу как можно ближе к краям. Я просто кручу ручку, и фреза постепенно, миллиметр за миллиметром, подрезает краску и выравнивает стакан. То есть, с правой стороны это желательно сделать, потому что чашка должна вплотную прилегать к краям. А вот с этой стороны это можно не делать, потому что там чашка, она не имеет бортика, она все равно либо утопится полностью, либо не полностью. То есть, вот этот край, он не является таким важным. Не обязательно должен быть он ровным, скажем так. А вот это надо обязательно отторцевать. В процессе торцовки можно увидеть, какой изначально с завода неровный стакан. То есть, вот здесь вот металл уже срезает, а здесь еще краска, можно сказать, практически нетронута. То есть, стакан имеет такую, знаете, неправильную, не под 90 градусов плоскость относительно резьбы. Соответственно, чашка, когда закручивается, она вот здесь уже прижмется, а вот здесь будет щель. Соответственно, нужно вот это все отторцевать, чтобы все это было ровно и красиво. Вот так вот выглядит нормально отторцованная каретка. То есть, видите, везде есть алюминий, но в некоторых местах все равно еще краска. То есть, здесь просто ямка какая-то на самом кареточном стакане. Но вся плоскость, теперь везде чашечка прижмется по контуру ко всей плоскости кареточного стакана. И вот такой вот он неровный. То есть, видите, вот здесь наплывы, несмотря на то, что это Мерида, наплывы, сварки и так далее. То есть, не идеальные стаканы идут даже с завода. Все, резьба поджищена, теперь можно вкручивать каретку. И, в принципе, все подготовительные работы по сборке велосипеда закончены. То есть, вот такой объем работы нужно сделать после покраски велосипеда на практически любом велосипеде. А если сюда чашку не вкрутить, то придется еще заново резьбу перенарезать. Так что обязательно вкручивайте чашку перед покраской. КОНЕЦ КОНЕЦ